Всем добра и здравия, дорогие друзья! С вами Катархонт, это Южная Комуна в моде во имя Царя. Играем за Коминтерн в центре Европы, альтернативный мод на альтернативную вселенную, на альтернативный мир. Ссылка на обзоры на этот мод будет в описании. Ну а мы с вами начинаем нашу кампанию. У нас армия сразу же 19 дивизий, из них, видите, 5 танков, генералов очень много, Манфреда поставили. Также есть Оттамары и все остальные ребятки, видите, их немало, все своими с навыками. Здесь огромнейшее дерево своих фокусов, по которому мы, естественно, пойдем куда-нибудь, пройдем, сами коммунизм во всем мире построим. А у власти у нас плюс 5, 25 политических очков, жесть просто, 75 поддержка у нас с вами нашей власти. Думаю, все прекрасно, у нас сразу же мобилизация, у нас сразу же ограниченный призыв, но народу при этом все мало. Свои у нас, естественно, министры разобразные есть. Ну вот, с теоретиками нас обделили, к сожалению, теоретиков войны у нас нету, надо воевать, чтобы получать опыт, но что поделать, думаю, мы с вами это сделаем. Ну что, первые фокусы и пойдем к войнам. Первое интересное событие, это то, что 10 июня, гражданская война в Испании, все по стандарту, друг против друга, все те же самые знакомые нам страны. Мы можем их поддержать, у нас при том есть саппорт, вон, можем 3000 инфантря отправить, но не знаю, есть ли в этом смысл, посмотрим. И вот он, прекрасный фокус, который означает красный рассвет, 10 сразу же, плюс 10, видите, к нашему мировому напряжению мы получили. Зато клаймы, у нас теперь клаймы на всю, понимаете вы, Германию, вы понимаете это, мы теперь на всю Германию готовы идти, захватывать и отбирать под свой контроль. Вот один из июнтов, который нам доступен далее, это марш. Мы в итоге теперь по фокусу, смотрите, excellent, опа, и территория перешла к нам прекрасно, без всякого мирового напряжения. И такой же фокус и с другой страной, и еще у нас одна новая провинция. Точно такой же фокус был предложен и другой стране германской, но они отказались, поэтому мы получаем повод на их аннексию. Благо у нас есть небольшая армия, 28-1-6, и у Пруссии на данный момент всего-навсего, ну да, 20 небольшим дивизий, тут еще 20-к, думаю, справимся. Поэтому сейчас прям сразу же объявляем войну и начинаем это действие. А вот интересная вещь, Пруссия присоединила ту самую страну, с которой мы воевали, видимо, по фокусу, и теперь нам воевать чисто с Пруссии. А вот и заметный наш прекрасный, заветный мир с Пруссии. Забираемся полностью, а мы даже не можем полностью забрать. Ну ладно, вот так вот. Пасуем и забираемся полностью. Напряжение подняли на 2,6, не так уж и сильно. Если кому интересно, что по фокусам, то вот такая вот раскачка на данный момент, в агрессивный фокус, кстати, ушел, чтобы нам были больше-больше бонусов в атаке. И здесь я следовал, видите, на сталь, чтобы получить хоть какие-то небольшие бонусы, хотя в целом 24 сталь, 24 мне над были раньше, но после войны они не нужны, но тут еще 2% военнообязанное население, это прекрасно. И теперь мы идем дальше, видишь, какие бонусы у нас будут, и подготовки к войне, война с Чехией, то есть новые войны будем скоро развязывать. И вот еще интересная вещь, Османская империя восстановила себя, 24-75-37 года, они полностью почти фашисты, какие очень грозные ребятки. Смотри, фокусов как у них, немало всяких призывников, немало армии, то есть Османская империя выглядит достаточно мощной. А вот еще одна прекрасная новость, у нас следован фокус, и мы теперь стали Германской Социалистической Республикой. Прекрасное такое красное пятно в центре Европы, вот у нас Коминтерн. Теперь мы исследовали войну с Чехией, и можем спокойненько на нее нападать, никто за нее наступается, хотя агрессивность в мире большая, это из-за того, что там еще Япония развязала войну, но думаю, нам это проблем не составит. Вот, нападаем и уничтожаем. В итоге уже 25 января мы захватили Словакию, Социалистическую Республику Словакии, я сделал своей марионеткой, так как мы до нее не добрались, а терять ее было страшно и опасно, поэтому теперь мы вот такая вот Германия, такой вот у нас огромненький Коминтерн уже. Вот еще неплохое событие, Россия объявляет войну Персии, но что-то как-то я сомневаюсь, что Персию что-то сделают, у Персии просто 3 дивизия на 200 российских. Очень интересный фокус у нас есть, большевистская милиция, а он дарует нам 5 новых дивизий советских, 2 кавалерия, 2 пехоты. Также очень интересная вещь, он должен нам дать, он дает, смотрите, Леонида Троцкого и должен еще вот Власова. Смотрите, у нас 3, ой, 3 говорю, 2 генерала, 1 генерал и 1 фельдмаршал советский пришли к нам в нашу социалистическую Германию и будут помогать нам захватывать все страны вокруг. А вот и новый фокус, война с Австрией, и мы теперь можем спокойненько ее объявлять, никто не вступается и быстренько ее забираем. Да, даже пропустим вот так, смотри, просто вылетаем. Я даже без какого-то либо управления, все самостоятельно. Кстати, надо бы взять фокус, я думаю, да? Война Дании, Италия, Франция. Ага, с этим надо пока подождать, я думаю, давайте возьмем себе в слот исследования, а то как-то долго идет. Ну и давайте погоним дальше. Ходите? Отлично. Сейчас падет вена, вена пала, пали остальные территории. Нам остается совсем немножко добить новое победное очко. Нет, еще не хочешь. Давай тогда сюда. Кто быстрее? Танки, наверное, да, ну конечно же, танки быстрее. Реку, конечно, пересекать будет очень долго даже и танки. С 13-11 держится. Зогу подчиняет требования Италии. Китай падение, а мы захватили Австрию. Стандартный аншлюз. Знаете, Германия никогда не меняется. Какой бы мы Германии не были, мы все равно будем аншлюзить Австрию. Всегда. И везде. Италия объявила войну Монтенегра, Черногория, короче, ну, сербскому блоку. А мы сами в этот момент готовим войну с Италией. То есть 50 дней еще. Вот это будет, кстати, интересно. Ворвемся в самый нужный момент. А вот мы и готовы напасть на Италию. Тут Муссолини уже в власти. Такой грозный. А мы бац, и войну ему кидаем. У него призывников нету, хотя 100 с лишним дивизий. Это достаточно странно. Но мы все равно прорвем. Благо, у тебя дивизия почти с границы увел. В итоге война вообще получается очень легкой. Наш танкер вот здесь. Здесь пехота уже вон докуда дошла. Здесь, кстати, у нас авиация работает. То есть проблем никаких нету. Сейчас буду переводить ее чуть-чуть переводить. Просто легкотня. Война идет налегке. Очередной этап войны. Мы здесь окружением сделали в Северной Италии. По потерям у нас 106 тысяч. В основном на танки, на пехоту. И 400 тысяч у Италии. У Италии, кстати, я так думаю, призывников нема. Да, нет, призывников армии уменьшилось. В котлах здесь немало зажали. Да и просто уничтожили. Видите, как сильно здесь прорвали ее. А вот здесь еще один котел образовался. Долго прорывали, но все-таки прорвали. И здесь, видите, сколько дивизий в котле. Сейчас уничтожится очень-очень много итальянских дивизий. А вот было мало проблем. Так давайте еще нам османов. Османская империя решила вторгнуться в эту войну. На праве, не знаю каком, но она решила в нее вступить. В итоге теперь нам надо еще будет убирать османов. Но да ладно, больше войн, больше, больше. А вот и капитуляция Италии. Осталось добить лишь османов, но это уже дело проблемненькое. А вот неожиданный момент, но Болгария вступается в войну на нашей стороне. На нее, видать, Турция напала. И теперь нам надо как-то спасать Болгарию, пока есть такая возможность. Вот попробуй сделай, но ладно, как-нибудь сделаем. А вот и наши танки прибыли куда надо. Мы уже окружили здесь 14 дивизий османских. И теперь будем давить остатки. И думаю, достаточно быстро Османскую империю уничтожим. А вот еще одно окружение здесь небольшое и здесь. Мы до Стамбула пробрались. А теперь мы еще пробрались на другую часть. И тут никакого проблем нам не предоставлять. Всего 40 с небольшим дивизией османов. Думаю, прорвем вообще моментально до конца. Все, танки наши затащат. Да здравствует батюшка Ленин, ребятки. Вот, Советская Россия. Моя поддержка возымела успех. Здесь пришел Ленин. Да-да-да, Ленин в России. Мир во всем мире. Сунизм во всем мире. Да, сунизм. Конечно же, коммунизм. Просто зеленая Россия. Ну да ладно. Коммунизм в России теперь у нас. Это же прекрасно. Мы же не просто так старались. Да здравствуют советские коммунисты. Наши новые братья. Ну и все. Это капитуляция. Османы долго не протянули. Отлично. Давайте мир. Ну и 12 советских дивизий. Решила прийти к нам на помощь. Но боюсь уже поздноватенько. Так, здесь у Сербии очень большой вклад. Но в целом-то Сербия. Ты же понимаешь, что мне надо по логике. Здесь вообще мало чего. Мне нужна Италия. Во всей своей красе. Все остальное мне пофиг. Да, с тачки хватит. Мы даже сюда сможем войти. Но это я тебе оставлю. Ну и Стамбул. Не хватает на Стамбул. Тогда вот так вот обменчик. Хорошо. А. Константинополь-то не заберем. Хорошо. Вот так вот. Можем взять Стамбул. Дорогой, бессмысленный, но Стамбул. Хотя нужны по логике большие ресурсы, чем всякие эти красосоты. Красосоты. Нам бы вот так вот позабирать с вами, где территория, где есть ресурсы, кем на Африку заодно заберем. Африку, конечно, бессмысленно. А, роду сможем забрать. Островки, чтобы поменьше было. Так, пойди вот за троечку, смотри, можем взять. А, нет. А, 73. Я что-то думаю, что-то дешевый район. Так. Пас. Ну и не знаю, успею ли я все окружить. То есть, если я сейчас сделаю так вот окружением, то он не войдет сюда. Не успеваю. 45, 51, 19. И 34 еще, да? Не хватает. Логичнее было бы ему тут брать, да? Он тут и берет. Молодца. 171. Хватает. Прекрасно. Больше там никаких внешних проволок нет. Вон там, итальянская империя есть. Но там я не заберу. Так, все. А, нет, она еще борется. Зараза. Уже не хватает. Что ты надеешься? Объясни мне, пожалуйста. Все. Отлично. Османская империя нынче наша. Вот это вообще просто гениально. Короче, остатки Италии. Сербия освободила. Сделала как бы свободную страну. Либо я не забрал. Скорее всего, Сербия сделала свободной. И в итоге теперь угадайте, где Япония. Япония. В Альянсе. В Альянсе. С Италией. В одном Альянсе. Они воюют вместе против западного блока. Просто западные коалиции. Вот это жесть. Смотрите. Западная коалиция огромна как никогда. Ну что, ребят. Пришла пора объявить войну Франции. И этому всему прогнившему западному коалиции. Которые все до сих пор никак не коммунистическое. Никак не придут. Поэтому придем сами. Показывайте им. Революшн. Революшн. Кстати, в Альянсе у них, как вы можете заметить. Давайте глянем. Есть Нидерланды, которыми я на границе специально войска высылал. Пока я свои войска оставил чисто ждать. То есть, ни больше, ни меньше. Атаку я им не назначил. Потому что дело это бессмысленно. Но в Голландии я не думаю, что кто-то вообще будет. Потому что у них война идет в Китае. Не удивляйтесь, что здесь такие сейчас свободные пробки будут. Что просто, а где, что. Вот да, вот так вот будет. Они там в Голландии воюют во всю. И типа им некогда. Ну там сейчас Канада, еще всякая хартия. Ну да, смотри, просто Нидерланды это типа, а? Че? Типа такие, а? Мы воюем? Has been capitulated. Все. Эти капитулировали. Сейчас сюда придем как раз на 24 дивизии и начнем давить. Думаю, война особых проблем не составит. Смотри, войск почти нету. Стоит ли говорить о том, что танки просто рвут, а наша дивизия стоит на границе и ничего не делает? Потому что тут бессмысленно антаковать пехот на пехоту. А танки заехали, все спокойно реку пересекли и дальше французы посыпались. Ой-ой-ой, а что это у нас тут? Окажется, небольшой французский котел. Дивизия так на 26. Вполне себе неплохо. А, ну да, и знаменитое падение Парижа 4 мая 40-го года. Мы тут танками просто рвем. Но французы еще не готовы упасть, но думаю, парочку городов и они падут. А вот и капитуляция Франции. Наши войска, как видите, лишь танковые прорвались и все уничтожили, и они так уж и далеко. А пехота так почти стояла, даже окружение не добили. Жалко. Пришла пора зачистить Европу до конца. Объявляем войну Бельгии. И быстро-быстро заходим в нее. Давай, Бельгия, конечно же, вступается. Но так как мы идем со всех направлений, то шансов у Бельгии ровным счетом никаких. Все, просто, просто бамс, бамс, бамс. Все, это победа. Они еще держатся, но все, капитулировали. Ну что, друзья мои, начинается высадка. Первые 10 дивизий. Погнали. Кстати, как преимущество достиг, многим интересно. Нередко вырезают народы это, а вот надо показывать. Смотрите, во-первых, авиация. То есть, видите, наша авиация здесь расставлена. Где-то даже есть помощники, асы. А 2 570, как ты видишь, на бомбежку и остальное. Сюда еще пришел наш флот. Но флот у нас очень маленький, социалистический. 4 легких крейсера и 20 эсминцев. Думаю, понимаете то, что это ни о чем. Но хотя бы дать возможность нам высадиться и первой части он даст. Поэтому погнали. Здесь и тут. Теперь смотри. Цепляем вот здесь вот десяточку. Я правда не помню, как. Вот эти вот вроде бы 4 не готовились. Цепляем здесь десяточку. Погнали. Так, теперь цепляем десяточку здесь. Тоже погнала. Прекрасно. Цепляем десяточку здесь. Время, наверное, чуть уменьшить. Тоже погнали. Прекрасно. Цепляем десятку здесь. Вот здесь, конечно, я немножко ступил. Но да ладно. Цепляем десятку тогда здесь. Просто если я их такими необычными сейчас пищу, то это будет такое себе. Но так как выбора особого нету, то давай погнали. Их сейчас тоже цепим. Давайте вас тоже сцепляем сюда. Погнали. А у них еще подготовка идет. Обидно. Так, авиация. Так как у нас уже все почти приплыли, то нам надо авиацию сводить туда, да? В Лондоне. Тяжко, тяжко, тяжко. Но сейчас пробьемся. Пробиваемся в некоторых местах. Это нам сейчас поможет. Вот такая вот высадка, ребят. В Британию. Без особых на то проблем, кстати. Что, здесь битва идет? Да, битва. Наши конвои и все. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Все. Есть. Смотри. Семеру сразу же сюда. Троечку сюда. Одну дивизию сюда. Все. Закрепились, ребят. Здесь больше проблем не будет. Все. Ну вот, высадка в Британию. Дальше все легко. Более-менее мы уже закрепились. Заняли немалую часть. Теперь будем доедать дальше. Британия опадет скоро. А вот и падение Лондона. Выдавили вообще без проблем. Все. Лондон пал. А вот и капитуляция Соединенного Королевства. Вообще без особых проблем. Забрали оружие. Забрали все. Кстати, сколько у нас там? Смотрите. 608 тысяч врагов против 168 наших. То есть 133 французов. Королевство Соединенное. 456 тысяч потерял. Осталось выбить нам Китай. Вот это да. И Китай, конечно, бодаться не очень хочется. Но ладно. Съездим. Сгоняем в гости. А я вот думаю, что как долго Япония здесь воюет? А здесь Советская Россия. Да, смотри. Напала на Японию. Пытается Манжоу Гоу забрать. Тут клайма вполне логично. Поэтому, скорее всего, придется нам помогать Японию в плане нападения на Советскую Россию. Очень странное решение. Но почему бы и нет? Ну что, друзья мои. На этом будем заканчивать нашу нарезочку за Германскую Социалистическую Республику. Надеюсь, вам понравилось ГССР. Да, у нас вот такое вот получилось. Огромнейший альянс коммунистов. Комментарно. Вот он, видите, простерся. От Британии до Турции. Можно сказать, это победа. Единственное, с Китаем надо решать. Но все зависит от вас. Будет большая популярность под видео. Будет продолжение. Все от вас. Больше комментов. Больше лайков. Больше просмотров. Больше поделились с другими друзьями. Больше шансов, что будет следующая нарезка. Надеюсь, она вам была интересна. И всем до скорых встреч. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok